Хоть и говорят, что Экспром должен быть хорошо подготовлен, но я и правда сейчас не готовил эту речь. Я снял два фильма, я сейчас срезал, там в той дали лежит несколько сотен уникальных черенков, там костер готовится, но подсохнут, чтобы лучше горели. На конец сезон рассылки черенков, сейчас я немножечко подрезал один-единственный персик, я же крылся, что не буду их трогать, потому что они сильно болеют, и вот эта вот слава, что персик обязательно нужно каждый год резать, иначе умрет, к себе это не относится. Пусть уж там навиги разбираются, как они дошли до такой жизни, чтобы они умерли, надо калечить. А это просто, скорее всего, эти два десятка черенков будет выброшено. Ну, так же получилось. Оставьте, 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 а потом они лежат и в костер. Но это грустная тема, я хочу перейти на оптимистическую тему. Сегодня все те же, тоже тридцатая или двадцать девятая. Марта. Вот, теплый день, плюс десять, наконец-то пришла весна. Вот. Ну, потом все равно будет похолодание, но это всегда так. Вот. И о чем я хотел говорить. Итак, в этом году официально заявляю, после того, когда закончится продажа, будет выброшено, они не будут годны к хранению статистированной косточки абрикосов, от самых простых манджурских до самых роскошных академиков, крупноплодных железов, воин, королевских. Ну, несколько, пять тысяч, десять, где-то так. Я всегда с запасом это делаю. Вдруг купят. Вот. Не поступило, к сожалению. А, и черенков будет несколько тысяч сожило. Я сейчас их буду показывать. Ну, вот сейчас, это сегодняшняя работа, видите. Вот. Ну, это мелочь. Главное, я потом покажу. На том участке у меня растет гора. Будущий костер. И на этом несколько горок растет. Я продолжаю обрезку. Вот смотрите. Прямо отсюда. Вот она обрезка по железу. Я за это хочется, не скажу, что бы я сделал с этими авторами. Жалко, что их слушают и их эти самые ролики. И так благодарят, когда хочет убивать деревья. Так благодарят за это в науку убийство. Так вот, к чему я, значит, есть идея, значит, сделать. Когда-то эта идея родилась 20 лет назад. Я обменялся письмами через официально, через это, как статьи. Письма статья моя, письма статья очень уважаемого, одного из самых авторитетных садоводов, абрикосоводов в России. Это Сычок Александр Левгадыч. Вот. И, когда я возгласил, что несколько лучших садов. Ну, я уже тогда имел ввиду Бродского, Боднера, Латинкова, Железова. Я уже тогда имел ввиду, что они должны стать филиалом Академии наук. В то время и тогда Сычок. Вот тоже. Его письмо было опубликовано в Азенде с моей подачи. Самая крупная сибирская газета. С моей подачи. Он не возражал. Лишняя публикация никому не мешала. Вот. И его последняя фраза. Она сейчас в архиве лежит. Можно найти. Вот. Делать любительские сады филиалами института в Академии является анахронизмом советского времени. Вот. Ну, да. 20 лет назад уже советского времени не было. То есть я не был понят. К сожалению, мне кажется, недоработка официальной Академии в том, что они зациклились на выращивании сеянцев после опыления и как-то стали забывать именно о привитых садах. То есть шли поколения за поколениями. Отбор, отбор. Но добиться таких крупных плодов, как, допустим, в моем саду или Латинково, или Боднара Бориса, невозможно. Только прививки. А тут мы как бы обошли науку. Не в прямом смысле обошли. Просто, знаете, есть такое выражение. Помните, умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Мы обошли эту гору. Вырвались вперед. Так. Теперь надо бы совместить наши возможности, наши достижения с возможностями науки. Да, возвращаясь к теме филиалов. Возвращаясь к филиалам. Возвращаясь, возвращаясь, возвращаясь. Не надо, если сделать филиал Темиряевской Академии, мы можем спасти Темиряевскую Академию. Кто может спасти? Железов Сергей, молодой, 35. Чуть постарше. Елена Александровна Савинич. Чуть-чуть. И она, моя же ученица, и выросла как практик в этом саду, в котором мы сейчас с вами сидим. Вот, и вы могли бы спасти Темиряевскую. Вот. Как это делается? Присваивается какой-то солидный статус. Вот этому саду, он не маленький. Вот. Здесь лучшие сорта в России и мира. И по морозостойкости, и по качеству плодов. А это значит, что Темиряевскую можно за 5 лет перестроить полностью и вырасти там новый сад. Нужно несколько гектаров. И все, что у меня есть. Вот. Посмотрите, что мы сейчас теряем. Поняли, да, мы это, мысль? Вот. Я знаю, что ничего не изменится. Никто не уступит в свои места. Потому что идти туда рядовыми сотрудниками ни Савинич не пойдет, Елена Александровна. Ни Сергей не пойдет. Только высокий статус. Директор филиала. Вот. Сами понимаете. Ой. Сами понимаете. Соответствующая зарплата. И полная... Вот. Я сейчас привнес слово, невыданное слово в науке. Полная бесконтрольность. Вот что надо. И тогда случится чудо. Через 5-6 лет. Темиряевскую закрыть не смогут. Потому что закрыть лучший в мире сад. Каким он станет за 5-6 лет. Лучший в мире сад. Подчеркиваю. Лучший в мире сад. Никто не сможет. Потому что это будет преступление против науки мировой. Ну, а дальше есть тот, кто сюда подключаем. Ученых. Ну, наверное, тех, кто поверит, что это не сказки все, что я говорю. Ну, чтобы... Пусть будет там, допустим, кафедра. Кто-то будет выступать с трибуны, когда будут урчать на русскую премию. Все в этих смокингах там. Специальных платьях. Вот. И... Пусть бы несколько человек от науки. Ну, поделили бы как-нибудь этот миллион долларов. Ну, уж как-нибудь поделили бы. Но зато это стало бы явью. Нужен симбиоз науки и любительства. Я, наверное, так статью и назову. Посмотрите, где я стою. Вот это то, что вы видите. Это все варианты академика. Помните, я вам говорил, какую форму имеет академик? Помните, нет? К весне. Обычная ветка. Вот такая вот. Специально не убирал. Смотрите. Все они вот такой формы. Вы не отличите Королевского от академика, академика от Бая, Бай, от Фаины, Фаину, от Амора. Не отличите. Вот. Заказятся последние морозы. И академик становится чудом. Здесь то, что сейчас пойдет костер, так, я специально возьму сейчас. Смотрите. Это не символический жест. Вот. У меня купили два третих десятка червяков вот таких академиков, да? И это на всю страну. Как бы мне пройти сейчас. И это на всю страну. Вот. Все мешается тут. Ветки, ветки. Сильно густо посажены. Земли-то нет у нас. Нам бы тебе ряд жуковинский гитар. Поняли, о чем я мечтаю? И сейчас я вам покажу кострище. Сейчас. Вот. И вот эти вот лучшие в мире сорта, в которые, я говорю, не просто академик привитый на манчжурца выдерживает минус 40, а просто академик выдерживает минус 40. Вот. Ой, мы мимо же шли. Там у меня сеянцы академика растут. Им уже четвертый год. Ни одного венточки не подмерзло. Сеянцы. А теперь мы с вами идем сюда. Вот это вот. Сейчас увидите. Вот это. Кострище. Здесь сгорели тысячи. Вот. Я ничего не выдуваю. Здесь сгорели тысячи, тысячи, тысячи веток. Вот. А теперь будет свежий костер. Вот. Потому что то была просто обрезка на сбор черенков. Вот смотрите. Видите? Вот это видите? На том участке пять раз больше. Потому что я оттуда начинал обрезку. Вот они академики. И мне цены вообще. Скажете миллион долларов? Нет. Миллион долларов это смешная цена. Вот. Это просто то, что не ценится никогда. Именно у нас в России. А почему я так говорю? А вдруг. Вот смотрите. Видите? Здесь рос королевский. Вот. Вот его. Это я садил. Вот его брат. Он жив. Вот еще один королевский. Их тут было три. Они росли отдельно. Потому что только там вон за тем забором вон-вон-вот вот за тем забором у меня абрикосовый сад. Тот самый знаменитый. А здесь было три. Это был участок куплен просто дачником. Константинович. Константинович продал ему три абрикоса привитых. Все три королевские. Вы видели эти плоды на нем? Видели? Я десятки фотографий снял. Несколько фильмов снял. Вот. Один из них. Вот. Он уничтожал первый. Он еще жив. Но он начал уничтожать. Ему вот эти ветки мешали. Вот эти. Это не я. Это он. Предыдущий хозяин. Он был хозяином до 2015 года. Вот. И вот третий. Вот этот третий. Вот. Видите? Вот вторым погиб. Это тихий ужас. Что он творил над ними? Как он изделался? Вот моя посадка. Видите? Это уже я подсаживал. Но когда я эти ему вручил. Видите холм? Я научил его посадить. И он это принял. Но я ведь забыл сказать. Не то, что боковые ветки. Господи, какие тут были урожаи. Это все есть. Это все как бы архив. Только от этого не легче мне. И тогда... И тогда... И тогда... И... 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 И...